В 2010-м Россия узнала. Мы страна, хозяйка чемпионата мира 2018. И на поле приготовились выйти 11 городов. 11, прямо как число игроков в сборной. И в этой сборной городов форма игрока Санкт-Петербург выглядела вот так. Белая и чистая. Посмотрим, как изменилась форма города за эти 8 лет. Новую футбольную арену обсуждали как могли. Стадион Долгострой, летающая тарелка. Его стройка началась еще в 2007-м. И кто знает, сколько бы она продолжалась, не приди в нашу страну чемпионат. Выкатное поле, раздвижная крыша, отопление. Вместимость в 68 тысяч человек. Информационный шум вокруг скандалов, связанных со стройкой и стоимостью, утихнет. А арена оттанется домашним стадионом «Зенита» и самой большой закрытой концертной площадкой Петербурга. Самое глубокое, самое северное, теперь и самое удобное метро для болельщиков. Две новые станции. Платформы Беговой и Новокрестовской, смотрите, какие-то космические, блестящие, яркие. Но самое главное, они долгожданные. Прежде всего, вот для всех этих людей, жителей самого населенного района, Приморского. Губернатор в интервью не скрывал, если бы не чемпионат, ждать появления этих станций пришлось бы еще много лет. Мы строим правильно, к чемпионату мира. Не для чемпионата мира, а к. Вот мост, развязки, которые мы строим. Метро, это все будет работать на город. У нас ничего не будет проставить, и нам не надо будет ничего разбирать, как вы знаете, в некоторых странах было после Олимпиады. Вот так сейчас выглядит бразильская Маракана, где еще 4 года назад открывали чемпионат мира. Ну разве можно подумать, что наши объекты спустя месяц футбольного сумасшествия не будут востребованы? Яхтенный мост не просто место для прогулок и селфи. Это архитектурный шедевр. 940 метров над водой, смотровые площадки, велодорожки. Рядом вантовый мост западного скоростного диаметра и шестиполосный мост Бетанкура. Три круглосуточные, неразводные и незаменимые переправы для города, где раньше опоздать на мосты было катастрофой. Раньше. Развязка на Пулковском шоссе построенная специально к чемпионату. В мегаполисе, где общая протяженность дорог 4000 километров, 24 километра нового полотна не цифра. Но та же самая цифра, 24 минуты, время, которое теперь занимает дорога от Пулкова до стадиона, показатель невероятный и важный. Особенно, когда Петербург 24 часа в сутки живет в ритме футбольной лихорадки. Это, получается, люкс. Да, это наш самый лучший номер. Гостиная, две спальни, невероятный вид на ключевые объекты чемпионата и другие приятные бонусы. Главной изюминкой этого номера, опять же, на мой взгляд, является ванная с джакузи с видом на Афинский залив. Этот отель открылся ровно за день до чемпионата и уже принял первых гостей. Цена на этот номер 38 тысяч рублей в сутки, но есть и подешевле, за 18. Это номер попроще, категория стандарт, двухместный. Здесь сразу душ, большое зеркало, туалет, шкаф для вещей, телевизор. Что еще нужно болельщику? Ну, разве что большая удобная кровать, на которой можно расслабиться и посмотреть в небо на белые петербургские ночи. Отель, построенный под чемпионат, продолжит свою работу и после него. Как и новые хостелы, которых открылось несколько десятков. Номерной фонд гостиниц в сегменте 4-5 звезд увеличился на тысячу номеров. Такого отельного бума город не видел со дня своего 300-летия. Мы не знаем, как закончится чемпионат для сборной России, но Петербург уже выиграл. А еще через два года наш город примет матч чемпионата Европы. И белых пятен на этой футболке станет еще меньше. Максим Аблендер. Пульс города. Продолжение следует...